Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, вы оцените. Майор, огромное спасибо. Вы снова мой гость. Это много значит. С тех пор, как мы с вами беседовали в прошлый раз, изменилось многое. Есть люди, которые, глядя на карту того, что происходит на Украине, говорят, ничего не произошло. Нет, словом, никакого русского успеха или чего-то в этом духе. Что вы можете сказать? Несколько слов, как вы видите все это? Что ж, одна из поставленных Россией задач – это демилитаризация Украины. Вторая – деноцификация Украины. И первая – это военная проблема, а вторая – это политическая. Демилитаризация подразумевает уничтожение украинских вооруженных сил. И если кто-то хочет пялиться на карту весь день, да ради бога. Мы беседуем, а русские уничтожают украинские вооруженные силы. Это очень тяжелая работа, непростая и кровавая. И она обходится России ценой серьезных потерь. Украина платит дороже. И цифры украинских потерь достигают астрономических порядков. Если говорить о категориях человеческой жизни и ресурсах для ведения войны, Украина просит у НАТО больше оружия не без причины, потому что Россия его уничтожает. Методология российской армии для достижения успехов, трагических успехов, я должен сказать, Зависит в огромной степени от огневой мощи, мощи артиллерии и авиации. Не у России заканчиваются боеприпасы, у Украины. Генеральный секретарь НАТО признает, что к лету у Украины закончатся боеприпасы, и НАТО никак не может исправить ситуацию. Это уничтожение украинских вооруженных сил. Демилитаризация. Если кто смотрит на карту, не видит больших сдвигов и думает, что Россия не выполняет своих целей, это его проблема. Россия уничтожает украинскую армию, и этот трагический процесс ей хорошо удается. Они выполняют эту задачу. И по мере перемалывания украинских вооруженных сил наступит момент, когда от них ничего не останется. И вот в тот момент будут видны изменения на карте, которых некоторые люди ожидают. И эти изменения придут с минимальными потерями русских жизней. И вот что важно. Сейчас Россия придерживается методов, которые максимализируют потери для украинской армии и минимизируют для русских. Когда я говорю «минимизируют», поймите, это не означает, что Россия достигает этого без потерь. Потери у нее немалые. И много раненых. И российский президент Владимир Путин отметил это, отметил. И с чего бы ему говорить, а точнее предлагать социальные программы для семей погибших солдат. Было бы потерь мало, он бы не обозначил это как национальную проблему. Их немало. Россия несет значительные потери, болезненные для наций. Потери, которые должны быть приняты нацией. Но эти потери, которые несет Россия, российские президенты и российский народ считают ненапрасной жертвой. И, опять же, я уверен, что российское военное руководство, выполняя эту трудную задачу, выполняет ее в манере, которая лучше всего отражает цели и задачи России, а это демилитаризация Украины, защита людей в Новороссии и на Донбассе. И делать это ценой максимально приемлемых, хотя и трагических потерь для России. В смысле, что цена будет, и России придется ее платить, но нет никакой нужды переплачивать. Я полагаю, российские военные проявляют немалое терпение. Нет необходимости рисовать большие стрелки на карте. Как вы думаете, насколько значителен российский успех, я имею в виду, как вы думаете, насколько он значителен стратегически, и как вы думаете, сможет ли НАТО своими действиями, которые они предпринимают, изменить что-либо и связать Россию по рукам. Вы понимаете, о чем я. Может быть, Россия соберется пойти на Одессу. В чем я лично сомневаюсь, сейчас не время идти на Одессу, нужно еще какое-то время, чтобы она не была разрушена. Для нее нужно продумать несколько иную тактику. Но как будет, мы увидим. На ваш взгляд, действия НАТО смогут ли как-то задержать Россию, и каковы будут действия России в обозримом будущем? А мы всеми мильными шагами идем к весне, и очень скоро Украина станет просто краем, где все начинает цвести. Это означает, больше нет замерзшей почвы, и больше нет, словом, удобного плацдарма для использования техники. Вот так. Прежде всего, я не припоминаю вам, чтобы подход российских военных к планированию боевых действий хоть когда-либо зависел от календаря. Это только внешние наблюдатели говорят о замерзшей земле, и только они говорят о генерале Слякоти. И лишь внешние наблюдатели говорят о буйном цветении на Украине, и на Украинской земле. А русские военные подходят к уничтожению сил врага путем применения огневой мощи. Это говорит о выполнении военных целей. И как профессионалы, они в состоянии достигнуть цели в любых погодных условиях. Российским вооруженным силам календарь не предписывает, так сказать, начинать наступательные операции только зимой. С какой стати вам обязательно наступательную операцию начинать зимой, если вы еще не собрали всех необходимых сил? И да, распутиться осложнит кое-какой процесс, кое-что замедлит, но опять же, российские военные знают, как воевать в распутицу. В конце концов, это их слово, их термин, их земля. И я думаю, что России нужно аккумулировать ударные силы, необходимые для выполнения задачи. И я уверен, что наступление уже началось, кстати. Иные люди спрашивают, когда оно начнется. Оно началось. Русские атакуют повсюду, по всей линии фронта. Некоторые атаки задумываются как разведка боем украинских оборонительных линий, чтобы вынудить украинцев задействовать резервы и определить слабые места, которые можно в дальнейшем использовать, как только резервы прибудут. Таким образом, приведение поля боя в благоприятный для русских вид уже идет полным ходом. Еще раз, все делается исходя из военной необходимости. Не из того, как подскажет календарь. Да, и предпочел бы кто-нибудь проводить крупную военную операцию на замерзшей земле? Возможно. Вполне возможно. Лучше ли это, чем предпринимать маневры в распутицу? Безусловно. Но захотите ли вы преждевременно бросать в бой свои силы только потому, что почва позволяет захватить больше территории? А что, если России сейчас нужно не это? Что, если ей нужно уничтожать противника? И этот противник всего-то в двух километрах. Для чего вам проходить 20 километров по замороженной земле, когда вы можете уничтожить достаточно противника всего лишь в двух километрах? Я полагаю, что российское военное руководство делает сейчас все, что необходимо, независимо от календаря. И я согласен. Поставки вооружения НАТО несколько осложняют ситуацию, конечно. И знаешь, когда ты воюешь, независимо ни от чего, приходят две проблемы. Первое — это ни один план не выдерживает первого контакта с врагом. Неважно, как совершенен твой план, когда ты докладываешь начальству, планируешь захватить это темпы продвижения, такие расход боеприпасов такой, лишь первые две пули просвистят над головой план псу под хвост. И все, чем ты теперь занят, это твоя реакция на действия противника. Теперь второе. Противник всегда имеет право на голос. Ты планируешь делать Х, а противник действует иначе, и ты теперь делаешь Y. И понимаешь, такова реальность. Не глядя, можно сказать, что украинские военные будут осложнять все, что хотела бы сделать Россия. Да, такова природа войны. И необходимо признать, что украинцы весьма серьезные бойцы. Нужно отдать должное их смелости, их способностям и их стойкости. На поле боя. И само это составит проблему для России. Что до оружия, которое теперь есть у украинцев, оно может принести им одномоментный эффект. То есть, может быть, несколько увеличит возможности в обороне. Но это не станет приводящим к победе, увеличением летальности, или приводящим к изменению хода игры, когда русским придется адаптироваться к новым системам вооружений. Но преимущества, накопленные России в плане организации личного состава, огневой мощи, способности вести длительные операции, останется при русских, неважно, какое оружие есть у украинцев. Придется ли русским сжечь танки 5-91, модификацию Т-64, или танк Т-72, либо Леопард? Неважно. Это танк, который нужно сжечь. И Россия использует то, что есть, чтобы сжечь этот танк, имея дело с артиллерийскими дуэлями, которые основной источник российских потерь, я думаю. Это как раз артиллерийские дуэли. И эти артиллерийские дуэли, они очень сложные, кровопролитные предприятия. И неважно, бьют ли украинцы, используя Д-30, польский Крэп, или немецкую модификацию М-101, М-37 или Хаймарс, то Россиями дело с классической артиллерийской дуэлью. Орудия никогда не меняют природу боя. И ее основную природу. Есть проблемы с расстоянием, есть проблемы с точностью боя. Но в конце концов, есть проблемы с состоятельностью. У Украины закончат собой припасы к лету. И это часть российского плана. Когда ведешь войну, речь идет не только об уничтожении противника, но и об ударе по его способности вести войну. Россия и в этом преуспела. Она заставила украинцев выхолостить ресурсы, которые ей передают страны НАТО. Они используют эти ресурсы в объемах и темпах, превышающих возможности НАТО заново их поставить. И я совершенно не думаю, что эти поставки натовского оружия могут хотя бы помочь украинцам изменить траекторию конфликта, которая ведет к неминуемой и оглушительной победе России. Когда мы говорим о выхолощивании боеприпасов, я имею в виду боеприпасов Украины, мы также говорим о том, что Россия выхолощивает и боеприпасы НАТО, которые тоже заканчиваются, и в НАТО об этом довольно громко говорят. Они недавно заявили об этом на самом высоком уровне командования НАТО. Итак, Скотт, пара вопросов на эту тему, на тему боеприпасов. И первый. Не так давно на Западе упоминали танки «Леопард», которые изготовлены с использованием объединенного урана. А также объединенный уран используется в боеприпасах. Ты знаешь, для того, чтобы эффективнее разрушать бронезащиту техники противника. Что ты можешь сказать, отправят ли на Украину страны Запада боеприпасы, содержащие объединенный уран? Будут ли они поставлять танки «Леопард», которые одеты в броню из объединенного урана? И насколько опасны будут последствия, если они все это отправят? Решение отправить на Украину те или иные виды вооружения, это решение, принято странами НАТО совместно с украинцами. Россия обозначила свою позицию по этому вопросу достаточно четко. Она заявила, что появление объединенного урана на поле боя будет опасной эскалацией. Россия также предоставила медиа свидетельства последствий воздействия объединенного урана на людей, особенно того, который применяли в артснарядах. А что происходит, когда выстреливают орудийный боеприпас? Обедненный уран измельчается, превращается в пыль, попадает в почву, смешивается с ней. Есть свидетельства очень серьезных последствий его воздействия, если говорить о Косово, Ираке. Последствия воздействия объединенного урана они страшны. В Соединенных Штатах у нас есть целая ветеранская служба, которая занимается военнослужащими, попавшими под воздействие объединенного урана. И это воздействие не прошло даром для семей этих военнослужащих. Когда у них рождались дети, у этих детей наблюдались уродства, умственные проблемы, задержки в развитии. В Ираке уровень такого воздействия трагичен. Кроме перечисленного, у людей там наблюдался рак и прочее заболевание. Но, что я хочу сказать, позволь, я надену шляпу реалиста на пару секунд. Эта война между Россией и Украиной идет далеко не без токсических последствий. Оружие, применяемое в наши дни, приводит к оседанию тяжелых металлов и токсинов. Все это оседает в почве и делает ее непригодной на очень и очень длительное время. Плотность артиллерийского огня и химический состав применяемых взрывчатых веществ, то, как все это засоряет почву, это очень серьезно и опасно. И если кого-то посещают мысли, что сейчас идет зеленая война, экологичная война, это бред, это грязная война, войны, это всегда грязь. И загрязнение, производимое войной такого масштаба, как правило, бывает изрядно недооценено обществом. я хорошо понимаю озабоченность россиян обедненным ураном. Я ожидал этой озабоченности. И я от души хотел бы, чтобы его не применили. мнение, что экологические проблемы, вызванные обедненным ураном, можно будет быстро решить, мнение идиотское. Почва в местах боев будет токсична десятилетия, просто ввиду того, что там происходило. Независимо от того, будут ли применены боеприпасы из обедненного урана. Война не только смертельное дело для солдат, но она наносит очень долговременный вред здоровью на гражданское население, которое должно будет поселиться там после войны. И насколько я припоминаю, особенно эффективных средств для дезактивации химикатов, попавших в почву, сейчас нет. Что сказать? нужно нужно, к сожалению, снимать пораженную часть почвы, упаковывать в контейнеры и вывозить в могильники химических отходов. Таков способ решения этой проблемы. Так что придется вывозить изрядную часть земли. Изрядные территории были и будут задействованы в этом конфликте. и матушка природа умеет себя исцелять, но иногда это требует очень длительного времени. Это исцеление. Стоит лишь взглянуть на изучение последствий Первой мировой войны, на количество арт-снарядов, которые были выпущены, сколько потребовалось земле Фландрии на восстановление. Да, а если еще вспомнить применение украинцами этих боевых отравляющих веществ, которые они сбрасывали в контейнерах с дронов, ну, ты понимаешь, о чем я эти цианидные контейнеры и прочая дрянь. Слышал ли ты что-нибудь новое на эту тему? Да нет, ты знаешь, я видел эти записи, как и многие. Я шокирован тем, что Организация по запрету химического оружия не реагирует агрессивно для инициации расследования. Все помнят только то, как агрессивно они отреагировали на появившееся в соцсетях видео, опубликованное сирийской оппозицией. И это были сфабрикованные видео. Никто так и не предоставил доказательств применения сирийским правительством химоружия. ОПЗХО немедленно инициировало и организовало расследование, опираясь только на эти видео. Ну ладно, что имеем, однако, как насчет видео, которые идут с Украины? Там известны имена людей, подразделения. Даже удалось назвать конкретные химические вещества, которые не только готовились к использованию, но и были использованы. Но ОПЗХО молчит и бездействует. Хм, двойные стандарты налицо. Но опять же, боюсь, я буду звучать цинично. Мы видели ужасное видео, на которых два русских солдата погибли от этого дерьма. Но Россия теряет около двухсот в день от артогня, пулеметов и танкового огня. Но я думаю, что, хотя это и нужно расследовать и это преступление, но это не влечет изменений на поле боя. Это было политическим оружием, оружием террора, но оно не изменит итогов. Что убивает российских солдат, это не дрон с цианидом водорода. Российских солдат убивают хаймарсы, М3-7-ки и цезари. Эти артсистемы, которые НАТО поставляет на Украину, они и есть убийцы номер один русских солдат. Российских солдат убивает спутниковая связь между НАТО и украинскими военными, которая позволяет в реальном времени обмениваться данными по целям и бить по ним, чтобы бить по российским солдатам наиболее быстро и летально. вот что убивает русских солдат и я не собираюсь уменьшать значение этого химоружия, этих преступлений и так далее. Это постановка, политическая постановка. русские военные я убежден продолжат фокусироваться на главном находить способ лишать Украину возможности эффективно вести артобстрелы убивающие российских солдат и на твой взгляд какой политический эффект они пытались достичь используя эти контейнеры с цианидом водорода. Полагаю деморализовать российских военных и российское общество. Идея в том, чтобы поднять в воздух то, что вселит страх в российских солдат, чтобы всякий раз, когда они услышат дрон в небе, они начали паниковать. А также это делается для того, чтобы деморализовать российское общество. В общем, ты понимаешь, чтобы посеять страх в сердцах и умах жон братьев, родителей, сыновей, дочерей тех солдат, которые воюют на Украине. Если они увидят что-то подобное, не мудрено, что они потеряют сон и утратят присутствие духа. Такова цель у этого всего. И мне, и тебе, ты говорил об этом, стало просто не по себе после того, как ты увидел это видео. И не важно, сколько ты видел в этой жизни. Нет способа развидеть такое на самом деле. Вот так. Да, да, ты прав. Но я также хочу отметить, те два солдата приняли страшную смерть. Но в тот же день, быть может, еще сотня солдат погибло страшной смертью, но другим способом. И в этом, в этом цель украинцев породить страх, породить полную неуверенность. Но если посмотреть на это хладнокровно, ты понимаешь, это не главная проблема, стоящая перед Россией. Перед ней стоят намного большие проблемы. Но я думаю, русское общество выработало что-то вроде не иммунитета, но научилось принимать реалии традиционной войны. когда применяют что-то вроде химического оружия, это орудие террора. Это и было целью вселить страх в русских солдат, но важнее было посеять страх в сердцах и умах семей русских солдат на родине в России. Идут разговоры о Китае. Не так давно в западных медиаисточниках. В основном я следил за источниками Соединенных Штатов. И в частности Такер Карлсон упоминал Китай как новую серьезную угрозу Соединенным Штатам и Западу. Они много говорят о намерениях Китая направить России военную помощь. Разумеется, для противостояния Украине речь идет о боеприпасах. Речь не столько о том, что я думаю об этих сообщениях, а сколько о том, что думаешь о них ты. Как ты интерпретируешь эти сообщения американских СМИ. Лично я очень уважаю Такера Карлсона, но иногда он звучит странно, на мой взгляд. Какова здесь цель нарратива, который с таким старанием распространяется о вероятной отправке китайских боеприпасов в Россию. Россия не испытывает проблем с собственным производством боеприпасов. Почему речь о Китае? Почему они это делают? Заметь, до того, как говорили о Китае, о вероятной отправке его боеприпасов в Россию, речь шла о Северной Корее. А иранцы очевидно помогают. Мы знаем, что иранцы помогали своими дронами, но не боеприпасами. Я думаю, ты верно заметил. Русские никоим образом не отметились неспособностью производить свои боеприпасы. Ну, и почему это делается? Чтобы демонизировать Китай в глазах американского общества. Заставить американское общество смотреть на Китай как на врага. и проложить путь, создать почву для потенциального конфликта США и Китая из-за Тайваня. Мы для этого даже взяли гражданский воздушный шар, спроектированный для высотных погодных экспериментов, и сделали из него шпионский шарик, который пришлось сбивать истребителями F-22. Это часть идиотизма американского процесса, при котором американские медиа используются как способ формирования эластичного мнения у общества, которое способно подхватить любое негативное мнение, создаваемое в объекте, как мы делали с Ираком и Саддамом Хусейном, как мы поступали с Россией и Путиным, и сейчас с Китаем и президентом Си. Что до Китая? Я думаю, дело в следующем. Я думаю, Китай был искренен, когда президент Си и президент Путин встретились в феврале прошлого года на Олимпиаде в Пекине и говорили о подписании совместного заявления. Они говорили о совместном стратегическом видении, которое упразднение порядка, основанного на американских правилах и установлении мультиполярного порядка, основанного на законе. И китайцы были в этом абсолютно искренни. Я также полагаю, что действия России в отношении Украины создали Китаю некоторые проблемы. Это поставило Китай в непростое положение, словно Китай поддерживает эти действия, как если бы Китай отошел от своих принципов, сторонника суверенитета и тому подобных вещей. И мы видели, но колебания Китая были восприняты Соединенными Штатами и Западом, как их победа в попытках разделить Россию и Китай, увести Китай от России. И я уверен, что западные политики весьма неумно решили, что им это удалось. И я полагаю, что целью Соединенных Штатов и Европы было использовать то, что они видели, как колебание Китая в решении поддерживать ли действия России на Украине. Так вот, эти колебания они и собирались использовать как рычаг, чтобы отвезти Китай от России. Но кое-что произошло. Первое. Риторика Соединенных Штатов и коллективного Запада против Китая была слишком уж негативна и очень агрессивна. Заявление НАТО об усилении своей активности в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая Китай воспринимает как прямую угрозу. Риторика Соединенных Штатов была также крайне враждебна, когда генералы говорили открыто о подготовке войны с Китаем к 25-му году. Это беспокоит. И что сейчас имеете вы эту ситуацию, в которой русско-украинский конфликт перешел в войну России, прокси-войну против НАТО и коллективного Запада. И речи не идет о российской агрессии против Украины. Речь сейчас идет о войне за выживание России против ставленника НАТО, поддерживаемого Западом. И это меняет абсолютно все в понимании Китая. Он Китай полностью поддерживает усилия России в этом противостоянии с Западом. И ради всего святого Китай прекрасно понимает, что будет, если Россия, не дай Бог, уступит или будет побеждена, коллективным Западом, Китай станет следующей целью. И лучший шанс Китая противостоять коллективному Западу, это стоять плечом к плечу с Россией в ее противостоянии коллективному Западу. И разумеется, Соединенные Штаты не могут заявить такого на американскую публику, поскольку подтекст ясен. Китай знает, что Соединенные Штаты очень неправы, и мы не хотим это обсуждать. И мы превращаем Китай во врага. Сначала с этими воздушными шариками, а теперь заявляем, что он будет оказывать военную помощь России. И весь смысл в том, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит на самом деле. Растущее понимание Китая, что коллективный Запад и Соединенные Штаты представляют угрозу не только для России, но и Китая. И отсюда наращивание этой дискуссии, что Китай наш враг и собирается поставлять оружие России. Вся идея в том, я хочу повторить, напугать Китай, чтобы он не поддерживал Россию, и вся идея именно в том, чтобы его терроризировать. Поэтому и Джанет Йеллен, секретарь казначейства, посетила Украину, встретилась с Зеленским. В частности, она заявила, что если Китай будет оказывать военную помощь России, то Китай постигнет наказание. Но последней нацией, наказанной последствиями в виде санкций, была Россия. И Владимир Путин обозначил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию, что с санкциями русские справились прекрасно. Российская экономика и без того сильно становится еще сильнее. Русские перешли к экономическим методикам, которые вовсе не требуют в опоре на западный капитал. Российская экономика больше не нуждается в западных инвестициях. Я полагаю, что Китай смотрит на то, чего достигли русские, смотрит на Евразийский экономический союз и понимает, что их союз может действовать без участия Запада. И понимает, что никому из них не нужна ни Европа, ни Соединенные Штаты, они могут жить без них прекрасно. И то, что мы наблюдаем, я думаю, можно назвать провозглашением независимости Китая от Запада. И Запад совершенно не понимает, как быть с этой декларацией независимости. Равно как Запад не имеет понятия, как ему жить без российских энергоресурсов на его рынках. Запад не имеет понятия, как дальше жить с уходом с рынка китайских поставок, с европейского и американского рынков. Я думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, это впадание Запада в еще большую панику, рост неуверенности, неуверенности в мировой роли доллара, влиянии американской экономики на мировые события, сомнения в способности Соединенных Штатов запугивать нации экономическими санкциями, нации, которые раньше их воспринимали серьезно. Иран больше не воспринимает серьезно американские санкции. Россия не воспринимает американские санкции серьезно. Китай перестает воспринимать угрозы американских санкций серьезно. И я напомню заявление сенатора США Джо Байдена в 1997 году, когда он насмехался над возможной перспективой Китая и России объединить усилия. Он тогда сказал проехали, он сказал пренебрежительно, то есть впереди вас ожидает только неудача. А затем добавил насмешливо, может и Иран к ним присоединиться? Джо, слышь, нет? Россия, Китай и Иран уже объединились. Они объединились как транс-евразийский экономический союз, обладающий очень большой геополитической важностью и весьма вероятно военной. Но итог, альянс, который способен выжить без Соединенных Штатов, а если честно, более конкурентен, чем Соединенные Штаты на мировом рынке. И Соединенные Штаты этого страшно боятся. Ну, а что ж, да, Китай обладает технологиями, своими собственными или купленными на Западе. Россия в данный момент строит свои собственные турбины для газопроводов, и картина, кажется, становится ясна уже всем. И те заводы на русском Дальнем Востоке уже не так-то зависят от Exxon Mobile или кого бы то ни было осуществлявшего управление автоматикой на этих заводах и Россия, насколько я знаю, закончила разработку, доводку и запуск в производство этих турбин в течение прошлого года. Была закончена доводка, а это непростое дело, и запуск в производство, что стало, честно говоря, сюрпризом и для меня. Вспоминаются времена, когда я был инспектором по вооружениям. Люди уничижительно высказывались о советской экономике. Ну, справедливости ради замечу. Конечно, это была не американская экономика. На Водкинском заводе, где мы были с инспекцией, стены, поскольку он был построен на болотистой почве, начинали расходиться, и их были вынуждены подпирать металлическими балками. Инспекторы ходили вокруг и насмехались, «Хо-хо, и это могучая советская экономика!» «Ну, посмотрите, ну, посмотрите!» Но когда открылись ворота, из них вышли вагоны, в вагонах были пусковые шахты, а в пусковых шахтах ракеты, технология, которую мы еще даже понимать не начали, я тогда сказал, «Ребята, вы поосторожнее с критикой Союза, но мало ли, что упаковочка так себе, но то, что из нее выезжает, круто и дрёна мать!» Россия располагает и Союз располагал одной из лучших научно-исследовательских баз по всем направлениям науки. Понимаешь, советская оборонная индустрия и способ ее финансирования были очень экономически нерентабельны, но это ничуть не умаляет гения работников советской оборонной индустрии и одним из наибольших успехов России, даже в 90-е, когда все буквально разваливалось, это способность сохранить оборонную промышленность и ее кадры. И когда Россия снова встала на ноги, когда Владимир Путин стал президентом, эти люди превосходно себя показали. У меня нет и тени сомнения, что русские ученые одни из лучших в мире, и они более чем способны достойно ответить на любой вызов. Ты знаешь, в эпоху 90-х русские как будто подсели на западный капитал, и они были как будто очарованы мифологией западного величия, что где на западе все лучше. Да ладно, айфоны, ну клевые, ну кое-какие технологии, ну тоже клевые, но не этим определяется жизнь. И я думаю, то, что русские узнают сейчас, когда нарастает изоляция их от запада, нарастает она не из-за России, а из-за того, что запад изолирует себя от России, приходится искать альтернативы западным технологиям, и выясняется, что альтернатив достаточно. Альтернативы вполне надежные. А в случае с Россией уже не те дни. Я помню, и любой, кто моего плюс-минус возраста помнит, русский, я имею в виду, что такое хреновая стиральная машина, те ужасные древнего типа стиралки, которые делали в Воткинске, это было что-то, если поставить ее рядом с Кенмор или Уэлпул, американскими стиралками, в сравнение она не шла. Но эти дни позади. Русские могут делать все, и делать отлично. Это современное общество, с современными технологиями. И Россия в процессе адаптации к новой реальности, делает это быстро, как ты сказал, и успешно куда ни кинь в нефтяном секторе или взять сектор электроники или любой другой. Это необходимо для производства товаров, отвечающих требованиям русских потребителей. Это больше не Советский Союз. И знаешь автомобили Лада, старая Лада, она уже не катит. Если русским нужна машина, то хорошая стиральная машина, то та, что работает, или холодильник, который работает, вещи, которые работают, потому что они знают, что им нужно для жизни и какой их жизнь должна быть. А российская индустрия вполне готова отвечать этим требованиям. А если чего нет, то Россия может обратиться к Китаю, как Соединенные Штаты, где можно купить товары нужного качества. И для русских не должно быть. Я вообще думаю, все эти неудобства, связанные с расхождением с Западом, они не заставят Россию повернуть назад. Россия стабилизировалась, а во многих случаях она продвинулась вперед. И лучше двигаться вперед без нагромождения западных капиталистических требований. Потому что мы рассуждали, что Россия возьмет наши технологии, будет производить из своего сырья товары, добывать минеральные ресурсы, их отправлять из России и нам, без реинвестиций в Россию. И одна фраза поразила меня в речи президента Путина 21 февраля. Он говорил о модели, он сказал, мы в процессе построения удачных моделей производства, которые приносят прибыль. И это прибыль, которая будет реинвестирована в Россию, которая не будет больше утекать из России на приобретение яхт и дворцов для богатейших людей. Эти деньги должны быть реинвестированы в Россию, и таким образом российская экономика растет еще больше. Россия выйдет из этого только сильнее, чем тогда, когда это все началось. Освобождение России из ловушки, из западной экономической ловушки, в которую мы вас в свое время втянули, обещая экономический рост. Но в конечном итоге оказалось иначе. Оказалось, что в реальности мы становимся богаче, а вы нет. Теперь Россия свободна и может инвестировать свое богатство в себя. И я... Когда кончится эта война, я для России вижу только лучшие перспективы. Да, это страшный конфликт. После него будут политические последствия. Но я не думаю, что России стоит этого бояться. Бояться этого экономического развода с Западом. Я думаю, это сделает Россию только более успешливой и сильной. И в отличной позиции для движения к процветанию в будущем. И последний вопрос. Насколько вероятным военное столкновение между Китаем и Соединенными Штатами представляется на твой взгляд. Было в сущности очень много разговоров о вероятности столкновения России и Соединенных Штатов. И как все это выглядит с точки зрения той антикитайской риторики, набирающей обороты в Соединенных Штатах. Знаешь, произошло кое-что очень интересное. Если ты задал этот вопрос в сентябре-октябре прошлого года, мне было бы очень трудно ответить. Я был убежден, что мы идем по траектории открытого конфликта. И я был убежден, что этот конфликт окончится ядерным обменом между Китаем и Соединенными Штатами. Но в ноябре Тайвань проводил выборы, в которых правящая партия, президент, переиграла сама себя. Она попыталась превратить внутренние выборы, события внутренние в национальный референдум по поводу ее кросс-канальной политики в отношении Китая. И оппозиционная партия Ко Минтэн разгромно ее победила. Так разгромно, что ей пришлось оставить пост главы партии. Она все еще президент, но ее ожидают перевыборы в 2024 году против партии Ко Минтэн. И на самом деле представители партии Ко Минтэн едут в Пекин, чтобы обсудить с китайской стороной нормализацию отношений между странами. Таким образом, траектория внутренней политики Тайваня, похоже, резко отходит от прежней политики независимости или иначе автономии. в пользу принятия идеи одного государства двух систем, которую как решение предлагает Китай. Соединенные Штаты ошеломлены этим, и они сейчас работают над расширением военных связей. Мы только что отправили на Тайвань от 200 до 300 наших военных, чтобы тренировать тайваньских военных. Новый спикер Конгресса заявляет о визите на Тайвань, что может вызвать куда больше противоречий, чем визит Нэнси Пелоси. Наши генералы не устают говорить о начале войны с Китаем к 25 году, но на все общее счастье, Китай как раз не хочет войны с Тайванем, и Китай настаивает и стремится к мирному решению вопроса, и воевать лишь в случае провокации. Я полагаю, выборы на Тайване 2024 года будут крайне важны. И если победит партия Коминтэнь, то вероятность войны Китая и Соединенных Штатов из-за Тайваня равна нулю, во всяком случае, в период правления партии Коминтэнь. И возможно, такая вероятность будет равна нулю навсегда, если Коминтэнь сможет наладить отношения с Китаем. Впервые за долгое время я оптимистичен. И меня радует общее положение дел, поскольку я вижу старание Китая найти мирный выход и избежать конфликта с Соединенными Штатами. И таким образом я резко осуждаю ту идею и безумие действий Соединенных Штатов, направленных на изменения политической ситуации на Тайване и решения вопросов в свою пользу, чтобы вода текла на их мельницу. Да, и я лично полагаю, что тайваньцы понимают, что сейчас происходит по сути рождение нового мира и в их регионе тоже. И я верю, что им хотелось бы жить в новом, хорошем мире. Недавно произошло еще кое-что интересное. Гарланд Никсон, кажется, ты знаешь, кто он. Да, да, я знаю. Да, я с Гарландом делаю очень много различных проектов. Он опубликовал твит, который предполагался как шутка, что Соединенные Штаты собираются выкинуть такую же штуку, что и с Северным потоком-2 на Тайване, и тайваньцам нужно срочно начинать искать закладки взрывчатки у себя. Это была просто хохма. Но эффект был взрывной, тайваньцы приняли все серьезно. Китайское правительство приняло это серьезно. И этот эпизод красноречиво показал, что тайваньцы понимают, Соединенные Штаты им не друг. Как бы считалось, что мы друзья Германии, но мы их ударили ножом в спину и взорвали часть их инфраструктуры. И мысль о том, что... Кстати, у Тайваня есть очень серьезный рычаг давления на Запад, это их производство чипов. И, кстати, Соединенные Штаты судорожно пытаются у себя создать базу для производства чипов. Так вот, Гарланд предположил, что Соединенные Штаты возможно хотят поднять на воздух производство чипов на Тайване, как они взорвали Северный поток. И неудивительно, что то, что предполагалось как шутка, было очень серьезно воспринято Тайванем. Они начали расследование, и опять же, китайское правительство заинтересовалось. И этот уровень паранойи, существующий в мире, показывает, насколько Америка всем друг. И я не знаю, о чем и чем думал Джо Байден, когда решил предать союзника по НАТО, давнего друга, Германию, и взорвать ее инфраструктуру. И в какие бы игры с краткосрочным эффектом они не играли, пытаясь отказать Германии в русском газе, это в любом случае даст эффект взрыва в лицо, показав Соединенные Штаты как недруга всем. Мы никому не друг, заботимся лишь о себе, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы достичь преимущества, включая взрыв инфраструктуры, как было в случае с Германией. В Германии газопровод, а в Тайване это могло бы быть производство чипов. Люди понимают это и верят этому. Если пару месяцев назад никто бы об этом даже не подумал, все бы думали, что Америка это их друг. И вот впервые задолго, возможно за все время, мир просыпается и понимает, что Америка никому не друг, и Америке нельзя доверять. И это чертово стыдобушка, потому что американцы любят быть друзьями с теми, кто хочет быть друзьями. И я какое-то время думал, что мое правительство хочет буквально того же. Этого не происходит, однако я могу сказать, не боясь противоречий, что во времена Рональда Рейгана была попытка стать друзьями с Советским Союзом. Эту попытку свел на нет Джордж Дабл-ю Буш, когда получил власть. Но был краткий миг, когда возникло улучшение советско-американских отношений, когда Рейган и Горбачев взломали лед менталитета холодной войны, создавая возможность отношений на основе взаимоуважения и на самом деле. Президент Путин намекал на эту идею в своей речи 21 февраля, вспоминая 91 год, когда речь шла о взаимоуважении. Эти времена позади. И если мы не найдем способа вернуть те времена, Америка окажется в крайне тяжелом положении, потому что не только наши оппоненты больше не доверяют Америке, но и друзья больше не доверяют Америке, потому что у нее нет друзей. Да, очень жаль. Но однако я надеюсь, что когда-то изменится и может быть я утопист. почему же я хочу именно того же и причина почему я хочу приехать в Россию со своей книгой, это потому что я хочу распространить мысль о надежде. Дорогие зрители, спасибо за просмотр этого выпуска и огромное спасибо за ваши замечательные комментарии к предыдущему выпуску. Я прочел их все без исключения и на многие постарался ответить. Огромное спасибо. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, у вас есть желание и возможность оказать посильную финансовую помощь канаву, я буду вам безгранично признателен. Реквизиты к картам, на которые можно ее перечислить, я публикую в описании к каждому выпуску. Огромное спасибо тем, кто сумел эту помощь уже оказать, вашу помощь переоценить невозможно. Об этом несколько слов я скажу в другой раз, чуть позже, и еще раз огромное вам спасибо. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, подключите уведомления, и подписывайтесь на мои каналы в Телеграм, Яндекс.Дзен и ВК. Ссылки на эти каналы я также публикую в описании к каждому выпуску. Также, друзья мои, накопились кое-какие ваши вопросы, на них я отвечу тоже в следующий раз, возможно, через день или через два. А сейчас огромное спасибо всем без исключения, друзьям, недругам, вашим близким, вашим детям. Я желаю быть живыми и здоровыми, и пусть у вас будет больше поводов для радости. Как всегда, искренне ваш Дмитрий Золотарев. До скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!